Управление капитального строительства поделилось планами по развитию жилой застройки и инфраструктуры Витебска. Город значительно расширился за последние годы, появились целые микрорайоны, увеличилась сеть автомобильных дорог. При создании проектной документации по возможности учитывают мнение жителей, которые принимают участие в общественных обсуждениях. Где и какие объекты появятся в ближайшее время узнавал Дмитрий Станский. Решить жилищный вопрос мечтают многие витебляне. Одним необходимо перебраться в другой район города, в приоритете у других более новый дом. Важным посредником между покупателем и объектом недвижимости в масштабах областного центра выступает УКС. В вопросах определения планов и перспектив по развитию жилой застройки организация тесно взаимодействует с городской архитектурой. Продолжать будем застраивать Билево. Первую линию на сегодняшний день начали строительство. Это будут монолитные высотные дома, бетон, стекло, керамогранит. То есть такого плана будем закрывать фронт въезда в город, скажем так. Квартал Черемушки уже на отселение пойдет. Насколько я знаю, УКС работает плотно в этом направлении. То есть ПДП согласовали, это проект детальной планировки. Ну и на сегодняшний день стоит задача приступить к освоению этого района. Для уменьшения времени затрат на освоение новых микрорайонов требуется доступность инженерных сетей. От этого, как правило, во многом зависит расположение многоэтажной застройки, которая выводится на окраины города. Но существует и определенный порядок сдачи объектов. Например, к району Лучоса не смогут перейти, пока не завершится строительство сети кварталов Билева. Для меня перспективным районом был район Лучоса. Все коммуникации магистральные там в наличии имеются. Теплотрасса там подведена. Там просто пустое поле. Не надо ни снос, ни каких-то дополнительных затрат на отселение, переселение. Но пока этот район закрыт для нас. Хотя и земли уже там практически отчуждены в сельскохозяйственных угодьях. Школа и детский сад в микрорайоне Билева-2 в ближайшее время будут достроены и введены в эксплуатацию. Объекты некоторое время считались долгостроями, но вопрос с финансированием урегулирован. Ведется строительство. Наконец-то выделено достаточное финансирование на строительство этой школы. Детский садик, да, достраивается. Билева-2. Генподрядчик там ООО «Плисострой». В этом году мы планируем садик подвезти под акт вода самая. В следующем году, чтобы он уже заработал. А школа, конечно, у нас была в застойном состоянии. Не хватало денег. Но в этом году деньги нашлись. Планы включились. Основная причина, по которой отсутствует возможность воплотить в жизнь все задуманные проекты, это нехватка средств. Денег, которые выделяются из бюджета, не всегда хватает, а привлечь инвестиции достаточно сложно. Кроме того, препятствия могут иногда возникать из-за недоработок законодательства. Это относится не только к жилым домам, но и объектам инфраструктуры, в частности, к крытым автомобильным парковкам. Инвесторы сегодня с нежеланием приходят на этот рынок. А что это вызвано? Это вызвано тем, что на сегодняшний день, наверное, не урегулирован вопрос, запрещающий хранение автотранспортных средств под подъездом самого дома. Поэтому жильцам так привычнее и экономнее. Организации есть чем удивить и приятно порадовать граждан, которые желают улучшить свои жилищно-бытовые условия. Многоэтажки точечной застройки и целые кварталы расположены в различных районах города с удобной транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. Дмитрий Станский, Вячеслав Соловьев, телекомпания «Скиф».